Вес 104,700 Растяем спинку Растяем спинку Вес примерно 55 кг Меня всегда Ну так скажем Несколько коробили В нашей Российской стране Какие-то названия Чужие Скандинавская ходьба Например Когда я давным-давно Придумывал казачий ход Потом Кроссфит Такое название Будто нельзя назвать Эти соревнования Эти упражнения По Русски Смотришь и удивляешься Самостоятельности Нету У людей Хорошо 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 Самостоятельность Должна быть Это моя первая Тренировка После Простуды Вес Бросился 104,700 Чувствую себя Полностью Восстановленным И вперед Восстанавливаем Достаточно У law Броссфと思 Броссфита хорошо 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 когда отдохнешь интересные вещи то накапливается как раз психическая энергия это очень важно психическая энергия это возможность проявить мощные волевые усилия это не восстановление после занятий когда вы там ну просто-напросто поели там немножко поспали отдохнули вроде так нет восстановление психической энергии это более такое растянутое во времени явление когда вы должны вот набраться так называемой свежести должны набраться возможности вот эти упереться это очень важно именно упереться если нет такого то то вы не восстановились и вот если уж брать спорт то важность восстановления психической энергии для того чтобы как раз выложиться на соревнованиях является первоочевидной основой ну заключительный подход растягиваем спинку и поехали а 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 Этих 10-15 раз Хочется еще-еще Прибавить вес Вот это и есть Восстановление психической энергии Полное восстановление Настоящее Это в смысле Оздравление твой запас Твой запас Жизненной энергии Теперь коленочки У пожилых людей Часто возникают проблемы С коленками Вес небольшой А повторение побольше Например Где-то я делаю 30 Ага Ага Оф Слабь ДевяOR Ага Важно прогнать кровь Вот через эту часть Через коленный сустав Для того, чтобы там Началась какая-то Здравительная работа Мне очень нравится выражение древних Что сначала Идет мысль То есть вы помыслили Что надо там сделать Ага, примерно Мысли заложили За мыслью идет энергия Ага, я должен разогнуть Коленный сустав Энергия А за энергией уже идет кровь То есть вот так вот получается Начиная С духовного уровня Идет оздоровление Уже на На будет материальный Так, ну и Поехали 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 Движения делаются до появления чувства Боли То есть это боль От забитости мышц Боль И даже сжение возникает Что касается Видите Нагрузки на сустав То вот она Работает Нету Нету Того Что Одна кость Втрется Другую Выработка Хрящей То есть Прекрасное упражнение Для восстановления Коленных суставов И третий Заключительный подход Итого 90 повторений Ну я сейчас попробую сделать 40 повторений Хотя лучше Лучше сделать Четвертый подход Те же 30 повторений Что даст большую Нагрузку Более такую Мягкую И более Лучше Воспринимающиеся Организмы Нежели в одном подходе Вы там Вылаживайтесь Потом Падайте Падайте И зачем вообще Нужны Физические упражнения Физические упражнения Как раз и способствуют Тому Что За счет Волевого Напряжения Вы Вытаскиваете Энергию Из Тонких Уровней И проводите На Материальный план То есть Самое Лучшее С помощью Чего И Простой С помощью Чего Можно Энергию Жизненную Энергию Вытянуть С Пластов Всемирного Пространства Со вселенной Это Волевое Усилие В результате Физического Напряжения Самое Простое Легкое Доступное То есть Вы напрягаетесь И вам За счет Напряжения Уже Надо Энергии Больше Больше Энергия Как Половодье В реке Обачки Промывает Все ваши Тонкие Поля Она Их Прочерчивает Потому Что Они Как правило Как Любое Образование Они Начинаются Подвергаться Так называемой Энтропии Они становятся Рыхлыми Они становятся Нечеткими Они становятся Малонасыщенными Энергии А вот Волевое усилие Как волна Вжик От одной Тонировки Кругой Вжик Она делает Их четкими Промывает И в результате Этого Те же мышцы Становятся Не дряблыми Это уже Так сказать Это Визуальное Выражение Того Что Что Там Делают Тех Люди Которые Упражняются Вроде Меня С Тяжестями Появляют Вот эти Напряжения То есть Внешне Это Выражается В том Что Мышцы Дольше Сохраняют Помимо Того Что Свою Физическую Активность Физиологическую Активность Они Внешне Выглядят Более Лучшими Менее Дряблыми Более Красивыми Отчерчивыми Нежели Если Человек Совсем Не занимается Итак Четвертый Подход Погнали Естественно Сустав Замечены Дверные Петли На дверях Которые Мало Двигаются Не открываются Не закрываются Ржавеют И портятся А те Где постоянно Дверь открывается И закрывается Они И сохраняются Вот так Точно И наше Тело Естественно Все имеет Свои Пределы Разумные Я сейчас Не считаю С вами Разговариваю Чувствую Что уже Устал И заканчиваю Так Спинку Растянули Ножки Прокачали Это Упражнения Именно Здоровительные Направленные На то Чтобы Человек В первую очередь Все нормально Чувствовал И хотел А сейчас Начну С упражнения Это Так сказать Уже У кого Какие Кому То Нравится Чтоб У него Там Были Банки Приличные Кстати Мы сейчас И поставим На банки Вот так Это Сделаем Вот Ну и Можем Более А хотя Вот так Я же Разговариваю То есть Программа Пойдет Уже Так сказать Провизвольная Кому Что Хочется Иметь Одним Хочется Иметь Большие Бицепсы Другим Хотя 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 Важная Вещь Не на бицепсы Сейчас мы Сделаем А мы Сделаем Опять таки На поясницу И на пресс А другим Важно Иметь Тонкую Тарию Кубики Пресса Вот это Упражнение Что я сейчас Буду Делать Оно Также Уникальное Именно Именно Потому Что Позволяет Прорабатывать Живот И растягивать Спину Здесь Сокращаемся А тут Растяемся Поэтому Это как раз Три Упражнения Которые Направлены На то Чтобы Поддерживать Здоровье Во всем Организме Особенно Позвоночнике Вес 40 с лишним Килограмм Вот Здесь Возникает Ну Лично У меня Возникает Такая Небольшая Боль Которая Указывает Что Там Есть Проблема И Я Ее Растягиваю Растягиваю Потому Что Именно Поясница Под действием Вернее Поясница Под действием Силы Тяжести И Нашего Прямостоящего Положения Происходит То Что Именно Здесь Идет Тромбоз То есть Такая Нагрузка Которая Плющит Наши Беспозвоночные Диски А вот Это упражнение Спасуется Тому Что Она Как раз Их Растягивает Чем И Цен И Поехали 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 Иногда Бывает Так Я даже Сошусь На свой Опыт Что Ты Занимаешься Упражняем Все Что Все Что Кроме Того Что Надо То Есть Руки Бицепс Скорчаешь Ну Плечи Когда Грубо говоря У тебя Рассыпается Поясница Проблемы Там С коленями А Ты Там Грудь Наращиваешь Вот Поэтому В первую очередь В первую очередь Желательно Делать Те Упражнения Которые Позволяют Вам Поддерживать Здоровье И хорошую Форму В целом А уже Потом Делать Те Упражнения Которые Бон Говорит Ну Формируют Эстетику Там Допустим Широкие Плечи Круглый Тут Бицепс Там Выпухлую Грудь И так далее И поехали Субтитры Занимаясь отягощениями, вы тем самым увеличиваете диапазон своих возможностей. То есть человек, грубо говоря, приседает со своим весом. Ну и ладно, это его диапазон возможностей. А если он приседает, допустим, килограммами с 50 и еще, тем самым его диапазон возможностей увеличивается. То есть, как бы сказать, ваши жизненные границы, они шире. Потому что простые вещи показывают, насколько у вас уже ваши возможности, вашего организма сузились. И это ваша жизненная пространство. Ну, например, меняется погода. Все. Человек никакой. То у него голова болит, то у него сил нет, то ли еще что-то там такое. Простое, простая смена погоды. А он так реагирует. А он так реагирует. А тем более в баню, зашел в баню, температура большая, все плохо стало, поэтому такой человек летом жаром ударит. У него диапазон его регулировок очень маленький, организм не справится, вот, пожалуйста, серьезная проблема со здоровьем. Из практики замечено, что тем меньше мышца, тем желательно на нее больше делать повторений, чтобы хорошенько проработать. Больше мышцы, там, допустим, спины, ягодиц, ног, ну, меньше повторений. Но для того, чтобы хорошенько прогнать кровь, вот где-то от 10 до 30, лучше всего диапазон где-то 15-20. Это именно для того, чтобы прогнать кровь и усилить все эти там обменные процессы. Стоит. 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 Что касается развития силы тут несколько иные отходы Здесь повторений меньше гораздо Надо просто научиться научиться напрягать, мощно напрягать мышцы Это несколько иная работа Одно дело работа на выносливость Другое работа на развитие силовых качеств И третья совсем работа на развитие мышечной массы То есть это все различные варианты работы И будут у вас мышцы выносливые Но небольшие Будут сильные Они могут тоже быть не очень большие Но побольше Нежели у тех кто на выносливость работает И наконец таки могут мышцы быть большие Но не выносливые И не сильные Но при этом конечно Какая-то выносливость у них будет своя Какая-то сила будет своя Но не так Когда человек Теленаправленно работает На развитии силовых качеств Теленаправленно работает Теленаправленно работает И естественно совершенно иная работа Если человек Просто Занимается для здоровья Чтобы поддерживать его На Таком Достаточно высоком уровне Тут не надо Слишком Больших Силовых Показателей Потому что Это уже сопряжено С травмами Сухожилия И сустава Тут не надо Чрезмерных Показателей Выносливости Ибо это Тужит нагрузка На Сердечко Уже Не надо Разъедать Мышцы Чтобы они были Большие Потому что Это уже Нагрузка Пойдет И на Сердечно-сосудистую Систему И На Пищеварительные Органы И на Органы Выделения Потому что Это не свойственно Человеку Иметь Чрезмерно Большую Массу Она ему не нужна То есть Масса должна быть Такая В повседневной Жизни Которая Нам помогает Жить Но Мы не живем Для того Чтобы И не едим Для того Чтобы ее Специально Поддерживать У нас же Непрофессиональный Спорт А Позанимались Обточили себя Он говорит Где-то Чуть нарастили Где-то Чуть уменьшили И Вполне Достаточно Вот Он Височек Попробуем Его Завосмирить Именно благодаря Тому Что я Свежий Я Смог Упереться На Десяточку Теперь Мы Сбросим Висок Сделаем Заключительный Подход Сним Напряжение Которое У нас Возникло И опять-таки Повторяю Вот Вроде Хочется Тренироваться Заниматься С более Большим Блесом Ну Это уже Идет Нагрузка На Суставы И Вместо Того Чтобы Сустав Оздоравливать Лечить Как я Делал Для Коленных Суставов То Такая Нагрузка На Локтивые Суставы Она Уже Начинает Чувствоваться Она Уже Не Столько Оздоравливает Сколько Может Вызывать Микротравмы В результате Чего Человек Через Какое-то Время Вообще Не Сможет Выполнять Данное Упражнение А Все Из-за Того Вот Ему Хочется Самому Себе Показать Доказать Или Другим Что Вот Он Якобы Может Поднимать Такие Веса А Потом Он Вес И В два Раза Меньше Поднимать Не Сможет Так Ну Поехали Заключительный Подход То есть Мы Как бы Сказать Такая Тренировочка И Заминка Вот Сейчас Такое Небольшое Жжение Почувствовал Мышцах Ну И Хватит Что Здесь Важно Сказать А Важно Сказать Следующее Чем Больше Вы Упражняетесь Естественно Тем Больше Будут Ваши Возможности Силовые Показатели Выносливости Там Маш Самый Но На это Надо Уделять Довольно Таки Много Времени И Не Всегда Это Получается И Здесь Компромисс Уделять Столько Времени Чтоб Вы Были И Свободны Чтоб Вам И Время Оставалось И На Другие Ваши Потребности Подход Разминочный Вроде Я уже Занимался Но Оказывается Надо Новое Упражнение Или Мышечная Группа Ее Тоже Надо Размять Поэтому Берем Гантельки По 8 Килл И Погнали Мышечная 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 естественно ко всему надо привыкнуть вот я раньше делал 10-15 раз все я привык все это делаю вот потом на 20 раз я попробовал перейти было довольно таки тяжело раз другой третий потом 20-ку там нормально делаешь и как раз смотрите что получается вот мы с вами просыпаемся вот межсуставная сумка там жидкости минимум которые смазывают сустав и только когда начинается движение она вырабатывается организмом поступает сюда наполняет сумочку и суставчик начал нормально двигаться так точно и в занятиях вот раз вроде бы тут жидкость если все там и кровь опачки опачки значит и накачиваете не только кровь в мышцах ну и жидкость межсуставную в суставе вот что самое интересное так что нам можно приподнять слегка можно так вот слегка приподнять и когда мы с вами делаем вообще помного движений то тем самым хорошенько тренируем и сердечно-сосудистую систему только не только мышцы но и сердце поэтому хотелось бы сразу с этим весом но я лучше еще сделал с этим весом подходик и потом подхода два сюда это будет отлично отлично а она ух в Стали плечи забиваться от повышенного количества крови И это хорошо То есть мы делаем массаж Что такое массаж? Размять, вызвать прилив крови А тут за счет движений мы сами Внутри своего организма вызываем прилив крови Именно туда, куда нам надо И начинается опять-таки лечение и оздоровление Без массажа И заниматься, заниматься вот так, как я Примерно час Больше особо не надо Вот час, 45 минут, час Это будет самая оптимальная нагрузка на организм Она будет вполне достаточна Для того, чтобы поддерживать его в хорошем функциональном состоянии При этом Не обязательно даже заниматься каждый день Вот ходить, да Ходить каждый день А вот так заниматься через день О, великолепно А иногда получается Чувствуешь, если ты как-то устал Что-то у тебя там такое Не получается По времени или какие-то там дела Можно и через два дня А потом опять выйти на режим Там через день Так Это уже вес несколько иной А именно 10 и 4 14 килограмм Так И поехали 14 килограмм Окей Связычная Связая Связая Связать Связать Связ Связ ba Свย Связ Enterprise Связ Qi вот в этих занятиях как раз и проявляется понятие как развивать волевое усилие волевое усилие вот надо мне поддержать чтобы поднять эти гантели в 15 раз усталость тяжесть а ты тем не менее напрягаешься ты сосешь энергию из пространства для того чтобы это сделать то есть как взять энергию из пространства вот пожалуйста вот так вот развивается воля простыми физическими упражнениями с тяжестями или без тяжестей с собственным весом вот ты заставляешься продолжать это движение вес относительно для меня средней но нагрузка на организм сразу же увеличилась то есть хорошенько заработали легкие сердце сосуды вот еще разок подходик и это будет очень-очень хорошо сердце стучит ритмично так бум-бум-бум то есть оно у меня в результате многолетних тренировок именно приспособилось вот к такому ритму работы с напряжением как-то для него это особо не в тягость хотя другая работа может его совсем знаете например землю копать я когда копал землю то почувствовал насколько я так быстро выдыхаюсь это тебе не заниматься то есть совершенно иная работа ну и поехали вот вот liksom вот вы покажем об так мы сейчас там два подходика и теперь мне интересно вот с этим весом то есть я думаю что я достаточно хорошо размялся прогрелся и более у меня более-менее мне уже восстановились сустав хотя я все-таки беру плечевые чтобы их не разломать и вот попробую так поднять этот вес этот вес уже предъявляем большую нагрузку вообще на связки на мышцы если все будет нормально вот я так сколько там 5-6 раз делал нет как я раньше тренировался с этими весами и разломался для плечи то есть возрастом все-таки никаких суставных боли не испытывал ну будем сказать лет надо сорока или даже больше вот со правда проблемы были это и в сорок там лет бывали а вот так чтобы где-то там локти заболели плечи там верху плечевого пояса там коленки особо не болят такого не болит наверно до 50 с лишним вот как я прекратил вести программу малофа плюс где-то в 55 летнем возрасте вот 56 лет я почувствовал вот эту проблему с суставами она была настолько серьезно что я не мог спать болели плечи положение принял заснул минут 15 все заломила ты опять заломила опять и вот так вот всю ночь не выспавшиеся естественно очень плохая вещь это суставы и когда человек здоров он даже не может себе представить как могут болеть локти плечи и поясница ну вот это грязь с которыми я занимался раньше это тут 10 10 20 22 с половиной килограмм это я уже так делал для себя просто самому интересно перед новым годом что чё как где будут болеть небольшая настройка небольшая настройка заключается в том что я мысленно вдыхаю воздух как бы энергию такую светящуюся и направляю сюда в руки плечи в трицепсы то есть так как уплотнился знаете мобилизовался ну и поехали на 6 раз совершенно и на работа совершенно и на работа и теперь я чувствовал как суставы начали знаете работать натянулась все это там возможно даже какие-то микротравмы там пошли всего это сейчас я сделаю с 8 килограммчиками для того чтобы знаете вот вот этот жесткая снять которая там возникла от напряжение немножечко раз 10 и вот естественно хорошо будем говорить делать упражнение тогда когда знаете она как-то идет но не скованно от большого напряжения с большим весом как-то вот так вот да а чтобы она все-таки так плавно в таком режиме мышцы работали то есть не было это так это так это так это так это так это так это течение которого за счет вот этого тряски так сказать внутренние суставы и начинает портиться получать микротравмы далее далее у нас идут отжимания записываю всю тренировку без каких-либо пропусков и так я ее и выложу где-то я увлекся сделал больше подходов чем надо времени остается мало но тем не менее я еще и лежа пожму у каждого человека есть слабые мышцы мышечной группы естественно те упражнения на которых они задействованы человек их не любит потому что ну и получается допустим отжимания вот а надо наоборот именно вот эти вот слабые мышцы мышечной группы и упражнения которых прорабатывают особо тренировать задействовать чтобы 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 какая-то была гармония а 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 здесь плечевые суставы работают совершенно в ином режиме то есть не туда давят и сюда давят как-то прорабатывает по иному и это идет на пользу плечам так жим лежа вес на штаны 40 килогерц раздлиночный подход немножко добавим во время тренировки важно самого себя не загнать успеть отдохнуть и в то же время не остыть чтобы как-то все это было нормально я еще разок повторю я занимаюсь сам сам ищу мотивацию стимулы и вот для того чтобы заниматься вот очень важно в первую очередь это заниматься так чтобы тебе было в охотку чтобы ты вроде бы и потрудился и чувствуешь и прокачался и чувствуешь что напрягся и чтобы придя на следующую тренировку там через день через два у тебя опять было желание ты мог вот какую-то сделать а если ты там пашешь раз пашешь два все это запахался и у тебя уже нет стимула желания и энергии для занятий и человек бросает все должно быть как говорят на востоке в кайф делаю короткие движения почему потому что более длинные там получается в плечах совершенно иные рычаги в результате которых получается как это дополнительная нагрузка на сухожилия а тем более если они травмированы начинается боли начинается нежелание ты уже просто не можешь и не хочешь выполнять упражнения если у тебя начинает от него что-то болеть болит либо во время его выполнения либо после поэтому я выбрал такую амплитуду во время которой вот эти все болевые вещи устраняются но тем не менее движение более-менее полное как раз дожимающие потому что чаще всего штангу не дожимают вот отсюда ее срывают прут а вот здесь где-то дожать не могут то есть это это самое такое сложное сложное часть движения так ну еще разок на 15 ли knee соотки до 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 Так, потихонечку прибавляем, вот уже на штанге 35 килограмм. И знаете, вот занятия, подобные занятия с тяжестями, они где-то напоминают голодание. Вот идет обычная наруска в течение дня, она же продолжается в течение недели, и организм как-то к ней приспособился, тем более если никто не занимается. Это же самое продолжается в течение месяца и лет. А тут, тут это раз, занятие напряжение, ты дышишь, ты напрягаешься, ты потеешь, то есть своеобразная встряска для организма. Опа! Организм его встряхнулся, перезапустил там некоторые системы, настроил их, особенно гормональную систему, а то все мы хотим, чтобы вот у нас гормональная система работала хорошо. А нагрузку мы ее даем, то есть вот мы там понимаем, как дать нагрузку, допустим, легочной системе, сердечно-сосудистой системе, а как дать нагрузку гормональной системе. Гормональная система тоже запускается через, и активируется через движение. То есть движение заставляет работать все органы на это, а уже эндокринная система, как бы сказать, она начинает тогда выдавать сигналы, которые бы подстроились под повышенную физическую работу данного человека. Меньше она, меньше, замечено, что уровень половых гормонов у мужчин, тестостерона, напрямую зависит от их физической активности. Будете заниматься разумно, естественно, не изнашивая себя. Значит, у вас и с гормональной системой, и с тестостероном будет нормально. Так, ну, вздрогнено. Вздрогнули. Вздрогнули, да? Прибавим. 60 килогерц. Время, по-моему, мы уже за час вышли. Но хочется закончить жимовую тренировку. И потом уже поехать покушать. То есть у многих людей пожилого возраста страдает аппетит. Почему? Потому что у них нагрузка в течение дня монотонная, обыденная. Без разного рода каких-то физических напряжений, встрясок и всплесок. Поэтому, тем более, обмен веществ снижается. С возрастом. Ну, вот мне 65, я убьюсь. И есть уже особо не хочется. А вот только опачки, дали нагрузочку, встряхнули организм. Клеточки всего организма, не только мышц, а всего организма. Для того, чтобы обеспечить, смотрите, мышцы, должна вообще напряться весь организм. А именно, откуда-то энергию вытащить. То есть тут и печеночка работает, доставляет. Тут и почки тоже будут работать. Потому что надо будет удалять там продукты, обмена веществ. И эндокрыльная система работает. То есть у вас все работает на то, чтобы... Вообще, все работает для того, чтобы человек двигался. Обеспечит его двигательную активность. Для этого и пищеварительная система существует, и гормональная, и кровотворная, и легкие. Вентиляционная, и все-все-все-все существует. Для того, чтобы обеспечить движение. Поэтому через движение, манипуляции с движениями, мы можем рассчитывать свою нагрузочку на организм с целью, ну, грубо говоря, профилактики преждевременного старения. Я уж не буду говорить там омоложения. Нет. Просто-напросто намного затормозить все эти процессы. Итак, вздрогнем. Вздрогнули. Еще разок говорю. Как только есть свежесть, значит, есть желание упереться. А это, говорит, косвенно указывает. Это даже приятно указывает на то, чтобы вы отдохнули и набрались психической энергии, которая обеспечивает волевое усилие. Его выполнение и его поддержание. Можно выполнить раз, испекся, а поддержать можно вот. Вот. И вообще так. Вот как раз знакомый мне ответил, что обедать будем в кафе, которое называется Соло. Правда, сейчас уже 12.51 в час. Ну, сейчас я еще один-два подходика закончу. В принципе, на этом можно и закончить. Сейчас, если я его пожму. Ну, раз на 12. Установку даю. На 15 это будет отлично. Больше жать не буду. Может, конечно, случиться, что и на 8. Потянем и все. Но. Вперед. Делаю вдох глубокий. Мысленно выдох в обе руки. Вот сюда, в трицепсе. Сделал и погнали. Отлично. 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 И обязательно себя похвалите. Отлично. И как всегда, заминка. То есть, сбросим напряжение. Сейчас мы хорошо продавили вес. Проработали трицепсы, мыслей. И в пожарном порядке бежим обедать в местное кафе. Отдыхать после тренировки будем по дороге. На этом моя тренировка закончена. Отлично. Во-первых. Игорь. Впереди. Вперед. Игорь. Впереди. руки как домкраты давят это хорошо все до новых встреч в спортзале